покажу как работает мой трансформатор на cd 4046 и вот тут вот на комплементарной паре где я сделал драйвер как бы он там не комплементарная пара на двух транзисторах скажем что понятно было один пнп другую нпн съемку могу приблизиться показать вот по этому принципу только ту два в параллели которые от 100 мегагерц до 400 мегагерц в чистота и тут резистор не так идет а тут к этому резистор идет к этому а к этому вот идет так тут вот не идет вот тут идет 70 ом и в параллели счастлива хиста 78 месту его тут еще 78 он тоже резистор то есть чтоб этот транзистор он был как бы большее время закрыт потому что там скважинности на высоких частотах начинает вырастать и нужно чтобы уменьшить скважинность все тут можно было бы поставить драйвер и тут полевичок очень быстро поставить не мало мощно чтоб инвертировать этот сигнал этот резистор на каких там тоже допустим тоже 78 нам его тут поступать и уже будет тут инвертированный сигнал если тут поставить и полярные транзисторы тогда у него время закрытия медленно и он будет нужно базу рассосать он будет и тогда инвертирован сигнал и будет время открытия медленно и очень достаточно медленно и поэтому или полярном такая фишка не прокатит на полевом то есть тут нп то есть он канальный наполеон тут все должно получиться на маломощным ну и вот тут в эту 10 ом стоит тут 8 вольт после стабилизатора тут конечно зла влаживающий конденсатор еще там где-то на один микрофарад есть между плюсами минус ну вот так более все получилось более крутой и как фронты вот открытие идет через 10 он резистора так как тут вот стоит 70 тонн так он ему мешает сразу открыться при малейшем как бы немножко подождав откроется и потом будет стремиться быстро закрыться если тут сигнал пропадет этот еще в общем тут скважина должна немножко уменьшиться и вот этот вот закорачивает напрямую я смотрел через 10 ом резистор с обратным диодом эта фишка не катит с обратным диодом он все равно что ничего не помогает там особо видимо там высоковольтный диод у f700 407 он что-то не катит видимо у него там падение напряжения около 1 вольт он так не может там что-то или его быстрое действие слишком медленно так что напрямую будет транзистор коротит затвор от самого транзистора там сопротивление как а то есть потому он там очень резко с него не все равно низко не закрыть тут два в параллель транзистора ну тут одну точку все этот генератору уже поступают и раз 640 на этот подделка для затвора вроде бы ну нужно меньше емкость подавать и он открывается при меньших напряжениях по импутать поэтому ему 8 будет предостаточно она драйвере тут конечно будет побольше скважность и на драйвере когда я делал там я показывал куча помехи всяких идет ну там мощность побольше но все равно там помехи куча помех когда вот я антену там карачу там как-то все скрипит и блок питания там вроде вот попробуй показать я включу чай блок питания у меня паяльник не выключен постоянно работа такая розетка дело неудобно и каждый раз тяжелой и и заземление все равно не даже с такой розеткой вот включу и посмотрим на скоро сколько он включится лампочка светодиодик красный зеленый загорится но включил ну вот где-то минут за секунду включился для секунды за две за одно с половиной пушки ну тут включен вентилятор пусть крутится хотят не нагревается транзистор может ты вентилятор немножко помогает вроде бы он так он не будет нагреваться так индикация не горит светодиоды значит отключен почему-то не горит светодиод не включена кнопка вот все равно не горит минус пойдет тут плюс тут и нас минус 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 Я разберусь, включу стиллограф, тогда мне будет что-то виднее, где там резонанс проявляется. Шпул выключен теперь, теперь вот что-то там очень мало потребляет, вообще какая-то генерация есть, там звонит мне. Ничего, придут, может. Что это такое? Где-то помехи. Что-то как-то слабо работает. Какие-то рыбки. Это только затвердка, и вот как-то прикасаясь появляется. А, понял. Плюс, который на драйвере идет, не подключен. Поэтому так слабо работает. А теперь намного сильнее. Нужно. 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 В高格и. Нужно. 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 Вот так он потребляет чуть больше пол ампира, но когда я исклю, то ток поднимается. Особенно когда прикасаюсь к контине. Нужно еще частоту поднять, чтобы потребление вырастет до максимума можно настроить. Потом как-то резко прыгнул. Видимо какой-то зацеп произошел, что лжет наводок, потом резко выпадает. Вот тут 3 ампера, но как-то не сильно. Хочем много потребляет, то не особо тут силы. Так. Тоже. Вот так самое большее, тогда я приближаю. Немножко частота понижается. Резонанс у меня пониженный. Тогда он становится в резонансе. Можно и пальцем. Только на короткое время. Ой. А то потом уже больно становится. Вот этот вот провод тоже жарит. Вот это пошпул теперь идет. Вот эта обмотка на этот индуктор. 9 с чем-то метров. И там резонансный конденсатор на съемный. Потом может в пушпул включено. Но перед этим еще кое-что показать. Хочу. Вот я и поднимаю частоту выше. Ну а потом какая-то. Вот такая вылазит какая-то. Уже пропало. Ну тут вообще если вот эти перемычки подрегулировать, то можно оттуда где-то до 6 мегагерц дойти. Она чувствует, что на высоких частотах это комплементарная пара. Там уже не сможет полноценно все делать. Тем более там сложность растает. Поэтому я не буду. Хотя так было бы хорошо, чтобы драйвер мог бы справляться с высокими частотами и быстро перезаряжать затвор. Тогда было бы интересно прогнать эту катушку на 6 мегагерц. Что там бы выявилось. Думаю там на разных местах бы тогда горела лампа. На разных местах пучности появились. Теперь понижаю частоту. Вот здесь у нас. Вот здесь у нас. загорелись лампы. Вот там загорелись лампы. Вот потребление. Ну вот ничего-то. Вот выключил Тесла. Они только ярче горят. Вот эта пушкула частота уходит видимо от наводки просто. И они слабее горят. Ну плюс еще немножко просадка. Происходит напряжение на проводах. Что вот. Ничего волшебного. Особенно мощная дуга стала и потребление выросло, когда настолько скрутил заземление. Настроил на резонанс, потому что частота поменялась. у нас что-то. Или тут на какой-то гармонике ехать. Потому что что-то повторяется. Потом тогда замеряю частоту нотка мощная. Так. Диспушкула. Вот потребление выросло. Горячий транзистор Несмотря на то, что его охлаждает 4 ампера потребляет Вот тут даже горит Возле этого горшка Возле этого горшка Возле провод Замерить чистоту которая идет от генератора Там опасно подключать Не очень все качественно Я тут сделаю Где тут поцепить Чтобы посмотреть Частоту Тут Перед входом А тут Генератор Вот такая Перед драйвером Как бы сказать Перед транзисторным Самодельным Вот такая частота Сколько тут Где-то 1.8 МГц Почти 2 МГц Значит Все нормально Не на гармонике Заодно радиатор подостынет Вот что я хотел Еще покажу Рыбке Почему-то Когда Прикасаюсь Отверткой К этому Резистору Который Частоту меняет Появляются Такие рыбки При определенной Частоте Подкручу Туда Сюда Пропадает Теперь Пошел Включил Теперь Посмотрю Ничего особого Нет Прикрасаюсь Лампе Ярчик Это просто Уже не такое Воздействие Полем На генератор Демотелки Не так сильно Уползает По частоте Вот Еще дугу Покажу Пусть Пол Выключим Покажу 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 Вот Как ток меняется Продолжение следует... 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 Но если 1600 сделаем, вот 1624, когда отвертку убрал, то стало 24, так было 1600, то есть наводка, отвертка наводится на генератор, но вот тоже есть, и сказать, что совсем уже ничего нет, скачать поле всё равно есть, не такой сильно, ну там тут уже слабо показано, но на кругу можно поднять и будет побольше, хоть будет не в резонансе, но всё равно более-менее синус будет, просто энергии будет тратить, тратите побольше. Но если учитывать, что это будет БТГ и там 50 раз или в 10 раз больше на выходе, так это, что будет качаться больше энергии, так это ерунда. Просто вероятно нужно сделать очень стабильный генератор Тесла, чтобы не частота не плавала и отпуску, тогда может удастся как-то там по кратности получить этот эффект атак. Тут всё равно ничего особо не совместишь, потому что частоты плавают генераторов. вот эфири дальше зашли засуну, частота должна не измениться, немножко меняется, 1617 теперь, амплитуда должна расти, так как резонанса ближе подходит, вот 1615, уже опять в резонансе. Весь этот горшок, он тут тоже поле ловит. земля скручена 25 метров, вот идёт, вот она идёт тут, потом через этот белый идёт тоже на минус общий, минус тесла и минус пушпула. Вот 1615. Теперь просто-напросто пониже частоту, например, до 1550. Ну, 1467. Вот убрал отвертку, 1500 ровно 0. Но тоже какой-то есть всё-таки на выходе вот синус. Такой более-менее синус. Хоть это не совсем в резонансе, но тоже вот не слабо. горит. Горит. Так. можно широкие пределы. регулировать эфиритами, потом, если есть генератор, можно чуть-чуть его водить в ту, в другую сторону и будет меняться частота. И можно, если бы не плавала у генератора частота никак, тогда можно было бы очень плавно менять частоту, и таким образом, может было бы легче настроиться, чем на качере, потому что качере так плавно не поменяешь частоту. Там нужно феррит и всякие засывать, индуктор двигать там труднее. А тут можно частоту подкрутить еле-еле и очень плавно менять. От резонанса немножко уйти, но всё равно реактивные токи там будут достаточно большие гулять в поле. И там ничего страшного не произойдёт, в сильных-то убытках поля не произойдёт. Ну, даже если и произойдёт, всё равно-то будет хоть и в 10 раз будет реактивка просто напряжение поднятия, но и поле то самое. Будет там неважно, или реактивка, или не реактивка. Будем гулять. Потому что когда ГНС делает, там вообще нет никакой реактивки, работал, что показывает, что это необязательно, чтобы реактивка гулял в качерной катушке. И вот как видно, сколько я тут не подстраивал, частота всё равно никакого сверх единичного эффекта нет. Если бы был бы лампы, мы должны были бы вспыхнуть ярко, либо потребление должно было бы падать очень сильно, на что вероятно, то лампы должны были бы вспыхнуть ярко. Потому что тут самозапитой нет, и поэтому потребление падать не особо ты должна. вот, например, я одну лампу выключил, 60 ватт, во вторая намного ярче сыграется, 116 ватт, а вот этого ни разу не было. И ещё тут максимальная частота где-то 3 МГц, а тут теперь 1500, поэтому, подобрав к конденсатору и генератору, можно сделать, чтобы максимальная частота была, например, 1700 кГц. Тогда будет более стабильно работать. генератор не так будет плавать его частота, но всё равно полной стабильности, чтобы частота вообще нисколько не плавала, этого невозможно сделать. на таких генераторах нужен цифровой генератор на кварцике. Там будет уже достаточно стабильная частота. там уже драйвер никакой, вроде бы, думаю, не будет уже менять частоту, он сможет только скважность менять от наводок. от наводок. от 1613. ток как-то сильно подрос. ток как-то сгорело похоже. ток какой-то очень большой, что-то я коротнул. ток как-то сгорело. Включу кушку, тогда вообще транзистор может сгореть. так рискованно. лучше пусть шпул включён будет. опушку нормально работать, значит что-то беда в трансформаторе тесла, что-то там. я потом разберусь. ну я разобрался очень быстро. тут вот который транзистор идёт, вот эти два диода, они отпаялись. тогда запирающий транзистор, он просто вот это всё отцепилось и он просто не мог быстро запираться, поэтому медленно очень запирался и очень большой ток начинал потребляться. если бы я пушку выключил, вероятно бы сгорело то всё. просто нужно подпаять всё. вот частота 1452 кГц. продолжаю снимать, там запаял. вот всё нормально работает. вот такая частота от резонанса это отойдено. но всё равно синус показывает. всё равно реактивная мощность гуляет. ну я касаюсь там на показаниях не особо там влияет. вот это частота. 404... 1448. вот так. 1449. 50. вот так. 1448. вот как бы я там наложил руку. 1450. 1450. 1450. 1450. уже в пальце начинает прогревать когда лыжа. не потребление растёт. потому что близок к резонансу подходит. потому что это отойдено от резонанса. еще пойду вниз от резонанса. смотрю когда пропадет синус. вода вот иду вниз вниз ну а тут где-то уже начинают какие-то другое же резонанс появлялся 1247 вот все равно такая как бы синусоида сюжет резонанса далеко-далеко ушел лампу тоже слабо снится тут вот ярко очень ярко но вот особенно пальцем прикасаюсь там желтый горит она и потребление вырастает потому что резонанс приближается вот 1040 1245 1247 а частота сильно не плавает но теперь опять к резонансу вернусь более-менее резонанс кручу частота повышается уже 1355 еще кручу еще вот уже 1457 ну вот тут уже более-менее к резонансу 1490 вот 1491 подключаю лампы 1490 то есть частота особо не плавает если бы скачером было тогда бы частота был плыла если бы лампу приложил но ты даже не весь резонанс еще подниму все приподнял чисто теперь 1581 но тут вообще в резонанс очень сильный вашего что потребление выросло на 1 или больше ампер тоже он горит ламп 1581 теперь лампу прикладываю 1585 то есть частота сильно не не вырастает но потребление еще вырастает ламп по 1585 а так 1581 не уходите на чистота не уходите на чистота и многие ферритов не признают теплый немножко но на самом деле это как разница или с ферритом будет он качаться или не с ферритом наоборот очень удобно подстраивать резонанс так как все равно тут в этой антене четверть волны не влазит например для двух для из 1,7 мегагерц четверть волны будет 40 метров а тут где-то если как руслан говорит нужно 20 метров или другие теслу мотать теслу допустим 20 мотали антенна там 2 метра где-то 22 метра а нужно 40 40 метров и четверть как не получается что-то не то не все получается и все равно как говорил руслан у него работает так значит тут эта длина трансформатор теслы и антенна это вообще никак не влияет может быть любая ее длина тут главное чтоб чистота была определенная а провода длина никак не влияет некоторые люди некоторых людей обвиняют в фейке что у них уже блок питания он выключен а светодиод горит вот я покажу сколько в моем блоке питания времени светодиод горит когда я выключу за розетки вот включил вот он горит вот он выключил и посмотрим сколько он прогорит поэтому если недавно выключал человек включал блок питания так у него еще может гореть блок питания от того что он зарядили там конденсаторы светодиод питают потом еще горит вот все слабее слабее и и и и и и и и вот еще горит и светодиоды еще он как бы не включен у него там верой может стоит реле и когда он включает дойдет нагрузка реле включается когда нагрузки нет или там какую-то кнопку нужно нажать пока вы не нажимешь тогда блок питания ничего выдавать не будет то есть он не будет идти на схемы не качать там пушку либо пушку отключается когда просаживается там ниже какого-то напряжение он уже не качается есть от идет просто горит там схема тоже мало потребляет сама толка но уже транзисторы не качают то есть не то даст сам стабилизатор напряжения вот уже почти очень слабо